Рюкзак Здравствуйте, друзья! Сегодня мы поговорим о том, как упаковать рюкзак. Рюкзак мягкий, то есть у него рюкзак, у которого мягкая спина, нет элементов жесткости. У меня на самом деле четыре разных рюкзака. Один маленький на двухдневные походы, ну один-два дня с начаткой. Рюкзак объема литров 50-60, наверное, максимум. Это вот я до недельного похода вполне с таким рюкзаком хожу. Вот этот рюкзак можно в длительный поход идти. Это литров 80, наверное, меньше 100. Ну и рюкзак для длинных экспедиционных маршрутов, пешеводных, можно сюда еще и лодка влезет. Это большой рюкзак где-то, ну уже больше 100 литров. Все они мягкие, то есть имеют жесткости в спине. Почему я предпочитаю мягкие рюкзаки? Потому что они легкие. И когда, если надо сплавляться, и вообще они убираются очень компактно, они легко сворачиваются. За это я их люблю. Итак, значит, чтобы рюкзак стал жестким, ну, к спине более жестко было в таком рюкзаке, нужно... Я использую коврики. Коврики я использую обычные, жесткие. И вот такой длинный коврик, который, ну, стандартный, длины метр восемьдесят, я надрезаю его через тридцать пять сантиметров то с одной, то с другой стороны, до середины, и складываю гармошкой. Раз, два, три, четыре, ну, пять частей. Вот это у меня спина рюкзака и одновременно пенка, на которой я сплю. Ну, вот если упаковать маленький рюкзак, например, то я говорю, вот этого рюкзака мне хватает до недели. Вот спина стала жесткой. Что еще хочу сказать. Для того, чтобы вещи в рюкзаках не промокали, обязательно надо использовать гермомешки или хотя бы полиэтиленовый мешок. Вот даже... Вот просто большой полиэтиленовый мешок, который вы вставите в такой рюкзак, и уже дальше можно спокойно набивать вещи. Вот я даже вот в зимний поход хожу с таким рюкзаком, например, и вот что интересно, да, рюкзак, для зимнего похода, например, нужен очень теплый спальник, и лучше два. Вот у меня, например, вот это из прямолобка, такой достаточно тяжелый, плотный спальник. Чтобы его упаковать, не обязательно использовать тот чехол, в котором он находится. Я, например, могу вот так вот просто забить весь объем снизу этим спальным мешком. То есть вниз рюкзаков предпочтительно класть мягкие, не тяжелые вещи, чтобы это пояснице было удобно. И при укладке рюкзаков, да, важно, чтобы легче было переносить груз. Ну, как бы, я использую такой принцип. Вниз легкие и объемные легкие вещи, тяжелый груз ближе к спине и чуть выше приподнимать в рюкзаке. Но опять же, чтобы не было, чтобы, если всю тяжесть убрать наверх, то у вас будет неустойчиво на спине сидеть рюкзак, поэтому я еще в самый низ, с двух сторон, как какой-то груз тяжелый могу положить. Это может быть, вот просто крупа, вот килограмм крупы. Крупу лучше выкладывать, ну, помимо заводской упаковки, лучше еще уложить в полиэтиленовый мешок и в капрон, чтобы она надежнее. Ну, даже если она разорвется упаковка, чтобы крупа не просыпалась. И вот такой груз можно еще пихнуть, даже не обязательно вот гермомешок, ну, как бы с боков вниз вот так вот пропихать с одной стороны, или противовес с другой стороны. В принципе, с другой стороны. Можно консерву какую-нибудь положить. Ну, короче говоря, надо в бока рюкзака вот в эти части, вниз положить два противовеса, два тяжелых каких-то элемента. Но это тоже ближе к спине, ближе к спинке. Вот. Потом, значит, рюкзак набивается какими-то мягкими вещами. Те же вещи, которые используются для... Ну, одежда. Я их, чтобы они по рюкзаку не валялись, в отдельный капроновый мешочек складываю. Теплые вещи, там носки, штаны, флисовки. И вот такой мешок. Это у вас будет потом подушка. Те вещи, которые не используются, они подушка в этом рюкзаке. Тоже запихиваются сюда же. И сверху еще остается место для того, чтобы... Это все находится в полиэтиленовом мешке. Чтобы еще положить продукты. Значит, продукты. Я предпочитаю, чтобы они лежали компактно, складывать их тоже в отдельный капроновый мешок. А чтобы они не промокали в этот мешок, я сначала складываю просто... Какой-то полиэтиленовый мешок, да? И туда набиваются продукты. Ну, вот что там. Трупа, макароны, сухое молоко. Ну, сухое молоко тоже хорошо. Сначала еще в отдельный полиэтиленовый мешок. Печенье. Что у нас тут есть? Я от всего набрала тут. Шоколадки. То есть, надо их упаковать компактно. Сып. Вот единственное, что, конечно, сухари, они занимают объем. Ну, их можно, в принципе, еще в один мешок и отдельный вкладить. Сухарей, хлеб, если берете. Ну, а сюда, в такой мешок, это вот крупы, сахар. Компактные вещи, короче, надо. Веркулес. Все это внутри еще в полиэтиленовом мешке. Помимо того, что в таком капроновом. То есть, вот такие капроновые мешки под завязку забить. Можно несколько таких делать, продуктовых мешков. Будет удобно их потом паковать. Вот. И вот такой мешок надо в район спины, в район, где лямки, ближе к спине. Вот так вот распилеть поперек. Поперек любзака. Все. Ну, в зимний поход я не беру палатку, поэтому, ну, вот у меня тент. Они тоже легкие тенты. Их можно для распорки между спиной и передней частью рюкзака. Чтобы продукты там не блутыхались. А сверху уже укладывается котелок. Ну, это у нас маленький рюкзак, да, вот. У меня кружка, например, котелок. Все вместе. Тоже в чехол капруновый желательно. Хотя можно в полиэтилен, но капрун как бы долговечней, надежней. Сюда же ложку. Вот это сверху. И обязательно сверху надо положить теплую одежду, которую вы будете одевать на отдыхах. То есть, вот, либо пуховую жилетку, либо куртку теплую. Кладется, в принципе, вот отдельный мешок, можно положить. Она должна всегда лежать сверху. Запасные варежки или перчатки тоже сверху. Банданы на всякий случай. Мало ли, в кучи понадобится, чтобы далеко не лазить. Вот это вяжут сверху. Все. То есть, вот как бы основной груз. Да, на короткие походы я не беру сменную обувь, там, даже на неделю. То есть, вот поэтому я маленький рюкзак упаковываю. Сейчас мы потом большой уложим. Сюда же опять влезет пилка, тоже вдоль боков ключиклась. Пила, нож. Вот такой рюкзак. Там большой, теплый спальный мешок. В принципе, еще один влезет, если хорошенько отрубовать. Вот, значит. Дальше. Можно, конечно, использовать сейчас соберем такой вариант обычный, как вот люди обычно ходят на 2-3 недели с грузаками где-то ну, 80 литров, наверное. Опять же, вставляем коврик. Ну, конечно, обычно люди берут палатки. Вот у меня есть двухместная палатка. Ее можно ставить боком рюкзак. Опять же, у меня тут регулировки есть ширины. Ну, ладно. А вещи, тоже спальный мешок, можно уложить в отдельный гермомешочек. Возьмем большой спальный мешок, объемный, пуховый мешок. В принципе, его можно сделать меньше, но оставим таким. Вот этот спальный мешок в гермомешке можно больше сюда в этот мешок ничего не класть. Да, в принципе, не палатку, а на самый низ рюкзака поперек запихать вот этот спальный мешок. Все, и у вас уже рюкзак приобрел жесткость. То есть на пояснице у вас спальный мешок на спине на спине коврик. Все, дальше можно упаковывать продолжать упаковку. Вот, сбок кладем палатку и личные вещи мы упаковываем в еще один гермомешок. Не тот, в котором лежит спальный мешок, он лежит на дне и мы не возобновим. в принципе тот же гермомешок, куда я упаковываю личные вещи, можно еще сложить палатку, если она мягкая. Если у вас отдельно центр, отдельно палатка, вот, например, у меня палатка, да, я ее могу сюда же в этот мешок запихать. Но у нас сейчас палатка такая, стандартная, промышленная. Вот, мало что-то вещей получилось, но добавим штаны какой-нибудь там. В принципе, сюда еще маленький, маленький к спальничку лезет. Вот, и такой мешок у нас длинный, узкий, установленный. Укладываем его рядом с палаткой, вот они занимают сразу вот столько места. По бокам опять же какие-нибудь консервы можно к спине и сбоку. Вот здесь туда пропихиваем масло. Лучше его хранить, если много, надолго брать в банке топленое масло. Тоже сбоку запихиваем. В бока идут пила, нож. подсолнечное масло обязательно надо переливать в такие бутылочки пластиковые. Тоже по бокам можно впихнуть до самого дна. Не забываем полушки по бокам. Общественный тент еще можно уместить сюда. Он не тяжелый, то есть его ближе к наружной части, не к спине. А к спине опять же вот у нас этот мешок с продуктами. Упихиваем его рядом с палаткой. Сверху еще вон сколько остается места. Просто море. Здесь еще можно и продуктов уложить. Обязательно запасную обувь. Длинный поход обычно вверх. Удем запасную обувь. Вот сверху. Она легкая, ее можно тоже не к спине, а ближе к передней части рюкзака. У меня пара кроссовок. Котелок уже на большой поход побольше можно добрать. Вот у меня котелок тут. Котелок можно еще что-то убрать из продуктов. Его наверх. Ближе кверху. И опять же всегда сверху остаются какие-то вещи, которые могут понадобиться на остановках. В принципе вот куртки вот у меня куртка ее такой маленький она вообще будет совсем мало места занимать. Но вот сейчас мы не экономим пока место, потому что хватает. что еще? В общем-то мы все уже распихали. А, спиннинг забыли. Спиннинг тоже в принципе сбоку грузится, чтобы не сломать его. Боку запихиваем. да, забыла про такие объемные вещи, как сухари, хлеб. Их можно в принципе все хлебобулочные изделия отдельно в пакет и хранить сверху. Ну еще здесь лезет много. Еще и место остается. Не забываем карты. Да, карты и вот книжка электронная. Я в принципе храню это еще сидушка, как бы она вставляя ее со стороны спины, она как бы спину увеличивает. И между сидушкой и всеми остальными вещами вот такие плоские вещи, как книжка, карты у меня хранятся вот 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 еще сколько места. Сверху еще можно еды грузить. Ну такие вещи, как навигатор, фонарик, ремнобор. В принципе можно так конечно россыпью хранить, а можно поместить все какие-то мелочи тоже в какой-то мешочек, чтобы они по рюкзаку как бы не болтались. фонарь например в личные вещи в подушку убираю. Ну это можно вообще в карман навигатор. Компас лучше на себе хранить. Ну вот в общем-то все мы уместили. А забыли что-то от дождя. у меня есть мембранная пустая. Ее тоже надо класть сверху. то есть у нас сверху недалеко лежат вещи в полиэтиленовом мешке. Куртка которую надо одевать когда холодно на стоянках. и вообще просто холодно встанет чтобы далеко не лезть. И куртка которая от дождя. Все рюкзак собрали. Да вы забыли забыли про спички. В принципе обязательно надо хранить спички в полиэтиленовом мешке чтобы они не отсыревали. И в разных местах можно положить там несколько коробков спичек вместе с продуктами несколько положить в подушку например. В общем чтобы они в разных местах лежали на всякий случай. Вот в общем все собрали рюкзак на большой поход все продуктов влезет сюда. А если вы идете в пеше водное путешествие то вам надо еще запихать в рюкзак лодку. Все то же самое также коврик к спине еще спа жилет нужен. Ну весла лодку в принципе вот она занимает у меня складывается немного места. Я упаковываю вниз жарко потому что она не черем нужна. Поперек она не вставляется. лодка поперек то есть в отличие от обычной сборки у нас никакой гидрозащит еще не уложила и внизу у меня не спальник а лодка до самого она пропихиваю и здесь еще остается место чтобы не засунуть спа-жилет спа-жилет не со стороны спинки а со стороны переда рюкзака он легкий соблюдаем правила все тяжелые вещи ближе к спине и чуть выше все легкие вещи в передней части рюкзака и на самом деле у меня еще между лодкой и по жилетам еще влезает гидроснер снаряжение то есть гидрокуртки гидроштаны специальные такие вещи еще туда и масло влезает и ну любые вещи которые в бутылочках в принципе я не люблю использовать продукты класть в бутылки пластиковые потому что они все-таки объемные когда кончаются продукты то ты их сплющиваешь сплющиваешь а все равно они ну такой объем занимают который трудно ну они неравномерно занимают объем их трудно упаковывать ну занимают лишний объем а если держать крупу в мешочках то по мере того как крупа уменьшается мешочек тоже уменьшается его легче куда-нибудь сплющить вот а дальше все то же самое то есть спальный мешок и вещи на самом деле я почему еще люблю использовать такие гермомешки нехорошо трамбовать вещи значит например мы и еще я не люблю когда чехле в таком спальнике который компрессионный потому что вот эти вот пряжки они могут порвать гермомешок поэтому я предпочитаю использовать ну обычные мешочки капроновые ну вот например опять же спальник пуховый спальник его не обязательно скручивать как-то особо правильно хитро чтобы уложить капроновый мешок его надо просто пихать капроновый мешок так лучше пух сохраняется и легче так собирается вот записываем пуховый спальник мешок не компрессионный а просто просто капроновый мешок потом этот мешок вставляем у меня уже старый спальник поэтому такой потом этот мешок вставляем гермомешок и в этот гермомешок у меня еще все личные вещи включая палатку палатку тоже туда просто так без всякой укладки то самое приятное вот второй спальник у меня тоже сюда влезет опять же я его не всегда в чехол убираю это не всегда нужно то есть вот таким навалом сюда я для объема возьму еще одну палатку в принципе это могут быть вещи пуховая жилетка все можно все набивается в этот гермомешок а потом вот этот гермомешок вот так из него все сдувается воздух вот он какой сразу меньше объем занимает все завязывается а может даже не завязывая вставить вставить рюкзак вот и там еще это я только вот столько заняла места вот сколько тут еще для еды полно места столько не нести еду опять же когда ее много я использую еще дополнительную емкость чтобы ну чтобы она не была рассыпана еда по рюкзаку а вся еда помещается вот в таком рюкзаке ну сейчас там положила килограмм три еды сейчас для объема добавлю к примеру добавлю просто спальник ну как бы это еда и вот этот вот рюкзак с едой я укладываю верхней части рюкзака к спине вот и все тоже вот так вот ну естественно я туда тоже продукты вставляю в полиэтиленовом мешке даже не в гермешке бывает к спине между спиной и передней частью вот у меня например палатка тент да тент я вставляю вот здесь вот он легкий по сравнению с продуктами поэтому он идет в переднюю часть рюкзака вот еще сколько вот места остается сюда котенки влезут и в общем все что угодно еще много чего влезет и сменные обуви здесь же вот такой принцип упаковки рюкзака да про то как что у меня в маленьком рюкзаке на два дня уже есть ролик хочу только сказать что да в такой маленький рюкзак можно тоже упаковать вещи с которыми можно комфортно провести ночевку в лесу и для того чтобы такой рюкзак влезу пенка я использую другую пену потоньше такая строительная пена в коврик вкладываю вот это я уже вставляю даже не к спине к спине этого рюкзака просто есть пенка вставляю в переднюю часть рюкзака и между вот этим ковриком вот этой и спинкой сюда вполне забивается и маленький да даже и не маленький а побольше и спальный мешок ну вот это у меня тент такой два человека под ним может поместиться и тент ну в общем все остальные вещи кроме сменной обуви в этом рюкзаке вполне помещаются так